Шалом! С вами Рафаид Перский, паснаник Байджетского арабия, королева Машиаха. Однажды мама заходит домой и смотрит, сын читает книгу о воспитании. Она подходит к нему, смотрит, почему он не читает морзилку, почему он не читает веселые картинки или разные другие истории, подходит и спрашивает, сынок, зачем ты читаешь книгу о воспитании? Все так переворачивает страницу и говорит, мама, я хочу посмотреть и проверить, перегибаете ли вы палку с папой в моем воспитании или нет. Воспитание детей – это одна из самых ответственных и непростых задач. Иногда не знают, что делать. Сейчас появились очень много людей, которые занимаются и советуют, как нам воспитывать наших чад. И что самое интересное, каждый дает свои советы. А нам эти советы нужно принять и потом в жизнь вживлять эти советы. А иногда они просто не работают, они нам просто не подходят. Наша недельная глава Торы Эмор говорит, конечно же, Тора вообще, Тора от слова ура, указание. Но есть еще и митцва, значит, в Торе не просто указание, а митцвоты, то есть Всевышний нам говорит, надо это делать. И написано, что мы должны, значит, в трех случаях, значит, увещевать наших детей, предупреждать их. И воспитывать. Какие эти три случая? Первый случай говорит нам Тора, что вы должны, если ваш ребенок, он ест, значит, жуков, пауков, не дай бог, всякую гадость, всякую нечисть, вы ему должны сказать, что это делать нельзя. Второе, если ваш ребенок, подросток, то есть говорится о человеке, видите вы, что он ест, значит, у евреев делают шхита, режут скот таким образом, и кур, и скот, чтобы кровь вся вышла, потом высаливают это мясо, солью посыпают, чтобы все отошло, то есть нам запрещено употреблять кровь в еду. Так вот, нам говорится о том, в Торе говорится, что если ваш ребенок употребляет еду с кровью, вы должны ему сказать, что это нельзя, и повлиять на него, и воспитывать, чтобы этого не было. И третье, в нашей главе говорится о том, что коины, коины, это евреи, которые служили в храме, они должны быть чистыми, ритуально чистыми. То есть они не должны дотрагиваться до мертвого тела, не дай бог. То есть не дай бог, не дай бог, если у коина умирает близкий родственник, тогда он, и нет другого человека, кто может заниматься его похоронами, он должен заниматься этим. Но если есть, тогда должен заниматься другой человек. Почему? Потому что когда он находится в ритуальной нечистоте, он не может служить в храме. Поэтому коины не должны есть, не дай бог, конечно, чтобы все были живы и здоровы, чтобы пришел Машех и было Тхиатамитин, воскрешение из мертвых. Коин не может заходить на кладбище до сих пор, даже если он не служит в храме. Но когда появится храм, обязательно это будет. Но указание не заходить на кладбище, не трогать мертвого человека, не дай бог, это указание Тхиатамитин. То есть есть три вещи, которые Тора нам говорит. Вы должны вещевать, вы должны предупреждать, вы должны воспитать так человека, чтобы он не занимался этими тремя вещами. Первое, как я уже говорил, не кушать жучков, паучков, то есть все шрацим, шрацим, наяврите, это все вот эти вот гады ползающие, не дай бог. Второе, не пить кровь, не пить кровь, я имею ввиду, не употреблять еду с кровью. И третье, коины не должны касаться мертвого человека. Почему нам Рэби говорит, что это связано с общим указанием человека, человеку, как воспитывать детей? Значит, смотрите, первым делом говорим о жучках-паучках. Мы, люди, понимаем и представить себе не можем о том, как можно есть вот эту вот гадость. Но, например, если поехать на Ближний Восток или Дальний Восток, короче, в Китай, в Таиланд, там употребляют змеи, там употребляют жучков-паучков, жарят их. Фу, страшная вещь. То есть, эта вещь, в принципе, ее воспитывать не надо. Мы гадимся этими вещами, мы не можем на это смотреть, как это могут люди кушать вообще. Как этот человек может это кушать? То есть, невозможно даже представить. Я когда-то слышал, что во Франции кушают лягушек тоже. Даже представить, просто воротят. Значит, второе, написано, что как раз-таки в Египте, в Египте евреи, да, употребляли еду с кровью. То есть, это было принято, это было хорошо, это было, как бы, евреи употребляли и привыкли к этому, и хотели это употреблять в еду, кровь. И третье, вещь, которую вообще нельзя понять, что такое духовная, ритуальная нечистота. То есть, мозгами нам это не понять. Мозгами нам это не понять, и в это нужно только поверить. Так берет наша Тора, святая, три вещи, которые полностью отличаются друг от друга. Жучки-паучки, это просто мы понимаем, что мы это никогда не хотим и не сделаем это. Вторая вещь, кровь, которую евреи, да, употребляли, и к которой привыкли. И третья вещь, которую разумом не понять. И все это собрано в один блок. И нужно понять, как это связано с воспитанием ребенка. Значит, давайте начнем, как говорится, с жучков-паучков. Если мы видим, если мы видим, что человек, да, человек пал очень низко, до такой степени, ну, я не знаю, например, наркоман, алкоголик, который полностью-полностью потерялся, который не работает, он находится в таком состоянии, что ты, когда его видишь, ты понимаешь, что уже все, человек просто проиграл свою жизнь. Просто, говорится, ничего ему не поможет. Надо, как говорится, дать ему спокойно, ну, поддержать ему, дать шеки, дать рубль, чтобы он купил себе еду, хоть как-то себя поддержал, наркотики купил, алкоголь купил. И все. Ты не видишь в этом человеке, потенциально, что он может выйти из этой ситуации. Говорит нам Тора, как раз-таки, вот именно про жучков-паучков, что ты не можешь понять, как вообще может человек это есть. Это вообще, на иврите говорит, так, рома, ниже уровня. То есть, это уже не человек, это уже не человек, это уже как животное. Так, говори нам Тора, что ты должен его увещевать, ты должен ему предупреждать, что это делать нельзя. То есть, человеку нельзя отчаяться, человеку нельзя, нам, с вами, нельзя сказать все, как говорится, поставить на этом магендавит. Нет. Тора нам говорит, даже если ты видишь человека, который находится в таком самом низком-низком состоянии, ты не опускаешь руки. И ты должен прийти и сказать ему, и помочь ему, и повлиять на него, и воспитать его так, чтобы он от этого избавился, чтобы он от этого вышел. И если Тора нам дает такую митву, то это не просто указание, это митва, он, Всевышний, дает силы на это. Ни в коем случае. Любая вещь, которую мы можем воспринять. Я не знаю, какие могут быть еще какие-то примеры, для того, что когда человек уже сказал, все, это на этом точка. Нет, нельзя ставить точку. Нельзя отчаиваться и нельзя принять то, что есть. Нужно стараться сделать все возможное для того, чтобы повлиять на этого человека. Даже при всем том, что мы видим своими глазами и своим разумом, мы можем сказать себе, что это невозможно. Это значит насчет человека, который, Татрама, который ниже уровня, который уже полностью, мы даже не можем представить, как он может называться человеком. Значит, второе. Второе. Нам Тора говорит о человеке, который употребляет кровь в еду. Значит, я уже говорил, что в Египте это было принято, и все это делали. Что это значит? Что и значит все это делали? Это значит, что все к этому привыкли. Все к этому привыкли, и уже это не кажется никакой-то гадостью, а наоборот, все хорошо и очень вкусно. Нам Тора говорит, что даже если человек привык к чему-то, к чему-то неправильному, к чему-то плохому, к чему-то, что Тора запрещает. Знаете, вот утром, например, еврей, когда встает, он должен надевать на правую первую, значит, взять вторую обувь, чтобы одеть себе на ноги, чтобы идти в синагогу, первый ботинок, он должен надевать на правую ногу, а не на левую. Вы знаете, сколько есть привычек, которые, когда человек начинает соблюдать и Тору, заповеди, сколько есть всяких тонкостей, которые нужно начать делать. А человек уже привык так. И он не может себе перестроиться. Написано, что если ты там 30 дней делаешь одно и то же, вот стараешься это делать, это входит в свою натуру. Ты уже становишься, это уже мое, я это уже приобрел. Как же мне от этого избавиться? Так вот Тора нам говорит, что если эта вещь неправильная, то ты должен говорить человеку, да, конечно, ты к этому привык. Ты привык смотреть телевизор до часу ночи. Ты привык есть на ночь. Ну, допустим, какие-то вещи. Ты привык еще какие-то вещи делать. И ты уже без этого, а, я уже не смогу. У меня уже не будет настроения. Я уже расстроюсь. Как я могу без этого жить? Тора нам говорит, что нет. Если есть вещь, которую ты должен на себе изменить, вы должны человеку этому говорить, и повлиять, и предупреждать. И при всем том, что ты думаешь, он уже привык, у меня уже нет шансов. Нет, есть шанс. Можно поменять привычки. Привычки взять, хорошие привычки. Взять привычки, которые связаны с заповедью, с Торой, поведению еврейскому. И это тоже войдет с привычкой. То есть то, что можно поменять. Привычку можно ту оставить и новую приобрести. И мы тоже не должны опускать руки, должны помочь человеку и говорить человеку. И потихонечку, потихонечку. Вы знаете, родители, что? Вам только кажется, что ваш ребенок не слышит. Он слышит. Он слышит. И вам кажется, может быть, что вы не имеете для него авторитета. Нет, имеете. И он хочет это слышать. И если вы перестанете это говорить, это приведет... Это приведет... Не надо... Я не говорю о том, что мы должны быть магнитофонами. Постоянно одно и то же, как говорится, говорить ему и капать на нервы. Нет. Но нужно найти ключ человеку. Нужно с улыбкой, с подходом найти разные варианты. И влиять. Не нужно... Я не говорю о том, что надо быть роботом квадратным и, как говорится, стрелять в одно место. Потихонечку подумать, попросить Всевышнего, в первую очередь, помолиться, чтобы он дал нам правильные слова, правильные мысли. И чтобы дал возможность повлиять на нашего ребенка. И последнее. То, что касается коинов, которые не должны дотрагиваться до мертвого человека, не дай бог. Вообще, мы привыкли, особенно те, кто приехал из Советского Союза, и все равно русскоязычные евреи, что мы должны обязательно излагать все факты. То есть обращаемся к разуму человека. К разуму человека. Как раз таки есть такая пословица, что как и у разума, так и у воспитания нет границ. Поэтому мы думаем, мы к нему будем объяснять, выводить какие-то факты, доводы. А тут нам говорит Тора, Коин не может дотрагиваться до мертвого человека. Здесь нету логики. Здесь нету разумного объяснения. И мы можем подумать, раз нету разумного объяснения, раз нету в этом логике, у меня нет шансов объяснить человеку, что нужно поменяться, что нужно измениться. И тогда нам приходит на помощь, то, что нам говорит Рабик Радмашех. У еврея есть вера. То есть через веру ты должен действовать. Вера – это не пустые слова. Мы верим о Всевышнем. Мы верим, что Всевышний управляет этим миром. Каждая вещь находится в управлении Всевышнего. И поэтому, когда мы говорим о вере другим человеку, который еще, может быть, не чувствует это, но мы ему говорим, есть вера в Бога. И мы должны тренироваться в этой вере. На самом деле, вера на иврите – это эмуна. Эмуна. А тренировка – эмун. Вы слышите? Один и тот же корень. Что это значит? Что в вере нужна тренировка. Мы не просто должны – «Вот я верю, я, как говорится, все, я воспринимаю все это, вот я верю». Нет, это должна быть не только даже вера во Всевышнего. Мы должны тренироваться. Мы должны верить в то, что Всевышний четко… Во-первых, Он нас любит. Мы должны верить в это и знать это, что Он нас любит. И мы должны понимать, что Он нам помогает. И мы к Нему обращаемся. И иногда возникают разные другие мысли. А мы должны эти мысли отбросить. А мы должны укрепиться в нашей вере, в нашей эмуне. И поэтому эмун – мы должны тренировать нашу эмуну. Праллельно с этим мы должны от веры прийти к уверенности во Всевышнем. Это еще более высокая ступень. Поэтому мы не должны отчаиваться. Любые ступени, которые у нас есть, то, что первое – это когда человек находится в таком состоянии, что ты уже опустил руки и сказал «Все, это уже не человек». Он уже ничего, он уже не может уйти из этого. Мы должны продолжать и помогать ему, и стараться, и искать правильные слова. Второе – когда мы видим, что человек уже привык к какой-то вещи, и он не может от этого избавиться, мы тоже должны понимать и не отчаиваться, и не обыскать руки, и тоже на него влиять. И третье – мы должны, не всегда можно объяснить это, и не всегда можно найти доводы, которые связаны с разумом, мы должны повлиять на человека со стороны веры, и объяснить ему, что вера – это вещь, которая есть у каждого еврея. У каждого еврея это есть вещь, ее нужно тренировать. И тогда мы можем изменить наших детей, измениться самим, конечно же. Мы тоже внутри, может быть, дети. Не может быть, а точно. Каждый есть у него, есть ребенок, внутренний ребенок внутри. Не только влиять на других, но и на самого себя. На самого себя не отчаиваться, стараться измениться и улучшить свое служение Всевышнему, отношения с людьми, во многих вещах. Не бойтесь, Всевышний дает силы. Всевышний дает нам… Верьте в это, что есть силы. И когда мы сделаем первый шаг, вы увидите, что у нас откроется дверь. И чтобы мы укрепились в вере так же, в Машиахе, в период, когда не очень благоприятный, когда есть какие-то вещи, которые действительно войны, и сейчас то, что в Израиле делается с этими терактами, мы должны укрепиться в вере, что Всевышний нас хранит, что Всевышний нас любит. И он нам поможет, и будет скоро полное окончательное освобождение. Ихи Адонину, Морейну Варабейну, Медаха Машиах, Леулям Варед.